Потери украинской армии в Дебальцевском котле могут достигать 3,5 тысяч человек. Такие данные сообщил сегодня глава Донецкой Республики Александр Захарченко. Сдались более 300 силовиков. Уже сегодня с пленными удалось пообщаться с журналистом. В прямом эфире наш специальный корреспондент Донбасса Михаил Чабаненко. Михаил, сначала о том, какая обстановка сейчас в Донецке. Лена, вот к сожалению сегодня о спокойной обстановке в Донецке говорить не приходится. Постоянно мы слышим звуки разрывающихся снарядов. Вот возможно, вот не знаю, слышали вы сейчас, например, он точно тоже был. Мы не знаем откуда они доносятся. По нашим предположениям бои идут в районе Донецкого аэропорта. Но повторю, нам предстоит это еще проверить. Лена. Да, Михаил, а теперь о пленных. В каких условиях они содержатся и что известно про возможность обмена? Да, только что мы вернулись из центра, где содержатся пленные украинские силовики. Их там порядка 100 человек. В том месте, где мы побывали, нас попросили не официровать это место. Нам предоставили возможность пообщаться даже с ними. Вот историй очень много. Истории, которые вызывают удивление или непонимание. Вот, например, один из военнопленных, Евгений Чернецов, он уроженец Макеевки. Это пригород Донецкая. И вот он ушел воевать на сторону, на украинскую сторону, в батальон Азов. У него остались в Макеевке родные, близкие, его родители. Друзья, которые также ушли в ополчение. Но, тем не менее, он участвовал в боевых действиях. И, в том числе, обстреливали они Макеевку, где живут его родные и близкие. Чернецов также обратил внимание на то, что подготовка в батальоне Азов очень качественная. И занимаются ей, в том числе, иностранные специалисты. Готовили инструктора. Ну, я уже когда был в основном украинский инструктор. До этого, ну, я уже говорил, там были иностранные инструктора. Ну, я на их подготовку не запал. Хотя, ну, очень хвалят. Очень хвалят, что они готовят. Ну, это я только послушал. А вот так, в принципе, были еще инструктора-грузины. По нашей информации, число военнопленных украинских силовиков растет. Один за другим они покидают Дебальцевский котел. Лена. Михаил, а что происходит в Дебальцеве? Завершились там бои? Бои там завершились. За исключением некоторых провокаций со стороны украинских силовиков изнутри Дебальцевского котла. И вот, как нам известно, сегодня, буквально час назад, в Дебальцево выдвинулась делегация, в которой входит новый мэр города, а также сотрудники МЧС, ремонтные бригады. Они будут оценивать состояние зданий и вообще, что нужно сделать в городе, для того, чтобы как можно быстрее привести его в хорошее состояние, чтобы люди снова смогли там жить. И вот нам, как стало известно, в Луганске сегодня Украина прекратила подачу газа. И, возможно, в ближайшее время Луганск перейдет уже на российский газ.